Всем привет, дорогие друзья! С вами я Вероника, и как вы уже могли понять по названию видео, сегодня я снимаю распаковочку товаров с Яндекс.Маркета. Да, новый маркетплейс на моём канале, я решила разбавить все свои обычные распаковки, и поверьте, вы не пожалеете, сегодня будет очень много классных вещей, целых 12 товаров, и я уверена, все они вам очень понравятся. Перед началом видео попрошу вас подписаться на свой Телеграм-канал, потому что там я буду всегда, в случае даже если что-то случится с этой площадкой, чего бы очень нам не хотелось. А также мне будет очень приятно, если вы поставите лайк на это видео, подпишитесь на канал и напишите комментарий. Напоминаю, что все ссылки и артикулы на товары с Яндекс.Маркета будут ждать вас в описании. Но я не хочу вас задерживать, начинаем! Я осознала, что почти вся распаковка состоит из товаров из BeFree. Я думаю, по упаковке уже понятно, что это. Огромные пакетики BeFree у меня тут. Это джинсы, и они выглядят невероятно. Самые трендовые, они стоили 1600. Прикол в том, что на ценнике они стоят 3600. Вы понимаете вообще, какая выгода? Понравились они мне из-за того, что, во-первых, они очень широкие, а во-вторых, тот самый важный элемент. У них есть такая специальная как бы резиночка сверху, имитация панталонов, я не знаю, трусов или шортиков. В общем, в Интересте таких картинок полным-полно. Я думаю, все мы понимаем, что неудобно было бы надевать под джинсы какие-то объемные шорты. А тут все сделано суперудобно и очень красиво. Сама джинса очень классного цвета, вроде темно-синяя, а вроде голубой. Еще здесь такие милые пуговички присутствуют. Они, конечно, не расстегиваются, но фурнитура на самих джинсах работает исправно. Я их взяла в размере S и надеваю их, не расстегивая. Мне это даже нравится, как бы, да, и за счет вот этой резинки на шортиках, которая достаточно такая упругая, джинсы не спадают с меня, и даже ремня никакого не нужно. Они настолько объемные, настолько оверсайзные, но при этом нет вот этого, знаете, ощущения. Покупаете огромные джинсы и постоянно наступаете своими ногами на край джинсы. Здесь такого нет, они идеальной длины, идеально широкие. В общем, самые классные джинсы за полторы тысячи рублей. Это миллион из десяти. Следующий товар тоже из BeFree, но я не могла пройти мимо. Очень хотела заказать. Суперская черная длинная атласная юбочка. Я увидела подобную, возможно, точно такую же на своей подружке, когда мы ходили гулять, и поняла, что я просто нуждаюсь в такой же. Эта юбка стоила две тысячи рублей. Она стоит просто каждого рубля. Я не знаю, самая универсальная вещь, самая нужная и важная. Раньше я не обращала внимания на подобное, но потом пересмотрела, перестроила взгляды в своей голове. Еще посмотрела на прекраснейшую модель из объявления. Решила, что мне это сто процентов надо, и оказалась права. Также напоминаю вам свои параметры. Моро 170, а дальше 80, 60, 90. Взяла я юбку в размере S в составе 97% полиэстера и 3% эластана. Но я думаю, что для подобных юбок это прям самое то. Единственный момент, который хочется отметить, наверняка такую юбочку нельзя будет надеть с обычным бельем. Именно поэтому я заказала бесшовные труселя. Тоже из BeFree. Вот такие малютки. На ценнике они стоят 800 рублей. Я же их купила за 350. Я в объявлении не заметила, что они в рубчик. Смотрите, причем такой довольно широкий. Они на высокой посадке. Они хорошо прям облегают, обтягивают. И у них классная ровненькая резиночка вообще. Я их взяла в размере XS. И в составе у них 100% хлопок. Вот этим ставлю 9-10. Потому что все-таки из-за рубчика я бы не сказала, что они прям совсем бесшовные и незаметные. Продолжаю рассказывать вам о юбке. И на бедре есть специальная застежечка, молния. Все очень красиво, все очень аккуратно. 10-10. Просто идеально. И даже в школу я ее наверняка буду носить. Следующий товар я опять же заказала из-за невероятнейшей модели на фото. Это джемпер с такой свитер. Очень крупные вязки в дырочку. На ценнике опять же 2-300. Там выгода 1300 рублей. Я взяла его в размере S. Он длиннее, идеальный. За счет того, что он такой прям очень-очень крупные вязочки. Может растянуться, удлиниться. В общем, хорошо смотрится. И даже смотря на вещи, которые я распаковала до этого, у меня уже в голове создается как минимум 2 образа. Поддельцы вот под этот джемпер какой-нибудь спортивный топик или красивый ажурный лифт. В составе 5% акрила, 19% полиамида, 43% полиэстер, 29% хлопка и 4% шерсти. К телу очень приятно ощущается вот это. Единственное, что страшно будет надевать его с какими-то украшениями, кольцами. Мне нужно будет прям очень аккуратно себя вести, потому что можно зацепить за ниточку, и все это вот так вот затянется, растянется. Мне очень понравилось. И за 1000 рублей вполне можно приобрести. Моя оценка также 10-10. Мне надоело, что у меня в гардеробе просто одна база, хоть какое-то разнообразие за счет этого джемпера. Дальше у меня идет также немножечко дырявая, дырчатая вещичка. Вообще красота. Он стоил 935 рублей, меньше 1000, ну просто сказка. Я взяла его в размере М, очень классненький. Он заканчивается фактически на уровне пупка, но мне это очень нравится. Я собираюсь его носить либо с белым, либо с черным топом, длинным. Очень красиво будет смотреться, просто буквально совсем с юбками, с джинсами, с голубыми, с черными. И подойдет, кстати, на любой сезон, как мне кажется, потому что на лето идеальный вариант надеть сверху на каких-нибудь морях. На купальник, например. На зиму тоже подойдет, потому что присутствует немножечко вайбик свитера, если честно. Здесь очень красивые узорчики, на самом деле. Ну и на весну, осень тоже отличный вариант. Классная, аккуратненькая горлышко. Здесь абсолютно аккуратные швы. Цвет очень классный, такой светло-бежево-белый. Но это 10 из 10, как по мне. Ну что, следующий товар из того же магазина Cotton. Котон. И спрасьте мне в комментариях, пожалуйста. Это просто невероятнейший цветшот. Огромный, мягкий, а главное серый. У меня с приходом осени, зимы и весны в том числе начинается опять мания на серый цвет. Взяла я этот цветшот в размере M-L, самым большом. Просто вам! Заказала я его именно за вот этого вот вареного серого цвета, вареного. И мне очень понравилось сочетание цветов. Темно-бордового, тоже такого немножко винтажного, с сереньким. А также здесь есть небольшие серебристые дополнения у звездочки. В общем, принт достаточно прикольный на самом-то деле. Сначала я к нему как-то не очень и отнеслась. Полежал он у меня в пару дней в корзине. Я подумала, нет, хочу. Здесь написано 1876-й. Восточный Хьюстон. В составе 73% хлопка и 27% полиэстера. Очень приятный на ощупь состав. Максимально мягкий. Кофточка эта на небольшом флисе, но по ощущениям она довольно легкая. Она немного осыпается. Наверное, ее надо постирать. И тогда будет все хорошо. Просто у меня вот ладошки в какой-то ткани. Я поставлю 10. Дальше мне хочется открыть очень интересный товар. По форме уже наверняка можно догадаться, что это. Тут в подарок еще положили маску с медом. Итак, из пынечка мы достаем сумку. Она стоила 600 рублей. Ее немножечко стоит подправить, распрямить. Здесь просто один большой черный отсек. Все. Есть один карман спереди. Он на молнии. Здесь еще такие шипы какие-то присутствуют. И мне очень понравилась вот эта имитация крокодиловой кожи, что ли. Также внутри был ремешок. Нужно прикрепить сюда как буквальный ремень на джинсы, например. И регулировать длину с помощью дырочек. Супер глянцевая сумка. Все прям светится, блестит, как будто ее лаком покрыли. Ручка у этой сумки, конечно, очень тоненькая. И, к сожалению, наверняка она через несколько недель разносится и уже начнет трескаться. Но, блин, за 600 рублей можно ее покупать хоть каждый месяц. Мне очень понравилось, честно. Не очень. Думано, конечно, что нет особо кармашков. Но ничего страшного. Я оставлю 10. Следующий товар. Опять из BeFree. Это спортивные брюки. Опять серого цвета. Они стоили 1000 рублей. На ценнике 2600. Считаем выгоду сами в этот раз. Я их взяла в размере М, чтобы они были длинными и оверсайзными. Но, возможно, это было немножко зря, потому что они мне великоваты, если честно. Я бы их с удовольствием подшила, потому что они внизу, видите, вот не оформленные у них краешки. Я такое не очень люблю, поэтому мне в целом они очень длинные. И чтобы немножечко поаккуратнее были краешки, можно их будет подшить. Здесь, видите, ни снаружи, ни внутри нет никаких шнурочков. Поэтому лучше берите свой размер. У них очень приятный состав. Они неутепленные. Спасибо, спасибо, что вы меня услышали. Я ненавижу утепленные спортивки. Все очень мягенько, гладенько. У них классный, равномерный серый графитовый цвет. Нет вот этих потертостей каких-то. Я ставлю им деятельность. И последняя вещичка, именно из разряда одежды. Это очень классный топик. Немножечко цвета в сегодняшнюю распаковку все же я добавила. Здесь как бы формат наслаивания. Ощущение создается, что я на розовый топ надела сверху черный. На самом деле нет, это один топик, очень удобно сделанный. Просто пришита с внутренней стороны розовая часть. Я взяла в размере S и стоила этот топ 533 рубля. В составе 92% хлопка и 8% фолостана. Топик действительно тянется. Прям хорошая такая классненькая ткань. Вот, немножечко просвечивает. Но это если так на свет поднести, не очень обтягивает. Возможно, просто стоило взять на размер поменьше. Но в целом топик милый. Я ему ставлю 10-10, почему бы и нет. Следующая коробочка выглядит подобным образом. Это тейп для груди. Я вам часто в своих видео говорю, что я ненавижу лифчики. Если вы любите, чтобы было все аккуратно, осторожно, чтобы ничего не было видно, тейпы это прекраснейшая вещь для вас. Мне тоже очень хотелось их попробовать на себе. Сзади на коробочке есть способы по применению для разных разрезов топиков. Ставлю вам пример того, как это выглядит, если надеть обтягивающий топ. Он очень хорошо растягивается. Приклейкая основа у него классная. Ширина 5 см, а длина 5 метров. Я считаю, что это действие. Но следующий товар вы 100% узнаете по его покупке. Это самые популярные духи. Pink Shell они называются. Floral Fruity Composition. Цветочно-фруктовая композиция. Я запомнила, что вы меня просили распаковывать духи. Поэтому держите. Максимально красивая упаковка. Очень эстетичная. Очень милые. Очень Pinterest-овские. Эстетичные. Инстаграмные. Слушайте, пахнет достаточно приятно. Мне этот запах напоминает духи моей бабули. Правда, очень цветочный запах. Таких у меня в моей коллекции еще не было. Он довольно приятный. Я вот даже не знаю. Вот мне больше всего пахнет жасмином, грейпфрутом и ананасом. Я поставила им 10 из 10. К сожалению, вы этот запах не сможете почувствовать через свои экраны. И еще есть ощущение, что они очень стойкие. Они 100% не выветрятся быстро. И, возможно, этот запах немножко поднадоест через время. Ну что, и последний товар в сегодняшнем видео. Вот такой вот массенький пакетик. Это розовый карт-холдер. Я поняла, что мне не хватает гламура. И решила начать это исправлять. Тинькоффовский серый карт-холдер уже не в моде. Пора переходить на что-то более красивое. На камере он кажется персиковым, но это просто так падает свет. Здесь всего три отсека для карточек. И один большой отсек, я не знаю, для налички. Он стоил 250 рублей. Если вы хотите красоты, то вам подойдет. Моя оценка, наверное, 80, потому что маловато карточек сюда поместить. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя распаковка. Потому что я довольна буквально всеми вещами. Мне кажется, они все суперские. С вами была я, Вероника. Я вас всех очень люблю. Огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok